Простая и уникальная система обмена, лучшие коэффициенты, а также подробная статистика каждой команды. Что позволит тебе сделать правильный выбор? ksesport.com – твой лучший выбор. КОНЕЦ Ну что ж, дорогие друзья, приветствую вас всех сегодня вновь на WCA закрытой Тихоокеанско-Азиатской квалификации. На студии UCC для вас работают Павел Толгригорьев и Алексей Декпиноевский. И впереди у нас второй полуфинал. Матч Signature против Boot Dreamscape. И вот первый матч, если честно, закончился весьма неожиданно. Ну как неожиданно? Он развивался неожиданно. Потому что монголы очень серьезный отпор дали чивсами. И я уверен, что в нижней сетке они покажут достойный результат. Ну а здесь не менее интересный матч. Signature Trust, Boot Dreamscape и фаворитами этой встречи, наверное, все-таки Boot Dreamscape будет. Ну, по крайней мере, коэффициентно на сайте ksesport.com нам об этом и говорят. Сайт, на котором вы можете делать ставки своими скинами, также ими обмениваться. Так что не упускайте свои возможности, вы успеете еще поставить, ну, как минимум на следующие карты. Здесь пока мы видим, что команда Signature Trust продвигается под точку B. Здесь сплэшки. Пока в соло вынуждены принимать этот выход. И только сейчас пошла стяжка к нему, ну и сплэшки аккуратненько отходят. Но отпустили целиком полностью B-Plan. Сейчас Boot Dreamscape и при этом уже будут играть на ретейк. Потому что бомба установлена, есть скиты, есть смок. Все, в принципе, имеется для успешного ретейка. Главное просто начать отстреливать соперников. Ну вот пока реалити. Здесь очень неплохо. Man City, тем не менее, он погибает. И Райан здесь может принимать неплохо. По крайней мере, одного Томми. Томми пока очень сильно рискует и получает по голове погибая. Здесь Ролик справляется с одним. Но тут же скучан заканчивает жизнь еще двоих оппонентов. Сплэшки вынуждены бороться с Роликсом. Мпрэшн также делает минус по Райану, Гиксу и должны задавить сплэшки. Два хп ему продолжают бороться. Как же давно у него эти два хэлспоинта было? Он просто садится китами диффузить. Но два хп ему, конечно, не позволит этого сделать. Дальше с Гутером попытается побороться, но не угадал с позицией. Неравная борьба, как оказалось. Два хэлспоинта против фулового игрока. Да, хэдшот мог бы залететь, но не получилось. И в конечном счете еще и бомб. Знаешь, по сути, диффузить с таким количеством хп очень и очень опасно. Ну и времени там не оставалось для того, чтобы делать какой-то фейк, там как-то разводить. Ну и, судя по всему, Бут собирается делать двойной экономический раунд. Вот так вот на ней играют. Напоминаю, что у Бут тренер бывший игрок Фнатик. Так что, возможно, какие-то свои нашифровки с молодых лет он еще может им здесь навязывать. Что произошло? Бенкая потерялся на секунду. Мог бы забирать противника, что был в бланде здесь. Но Роликс уже вышел из этого бланда и в конечном счете забрал того самого Бенкая. Но три игрока защиты осталось в попытке не дать тем зайти. Плэнты Томми играют в упоре за смоком. И его могли бы здесь найти, но пока молотов откинут не самым лучшим образом. Для игроков атаки Томми еще может просто чисто в него. Нашел реалити М, но тем не менее, тот оказался к этому абсолютно готов. Два игрока защиты осталось. Будет Дримскейт, пока начинают терять игроков одного за одним без разменов. Нуооо, импрессион! Какой головошот оформляется все-таки по коннектору. Тем не менее, Гутер сыграл здесь на размене. Здесь еще и Мокси включается. А вот если Дезертыгл две головы повесят, будет, конечно, какое-то чудо. Даже не менее, такой вариант развития событий тоже имеет место быть. Ну, либо же подобрать какой-нибудь девайс было бы тоже неплохо для Мокси. Тем не менее, он еще пока играет очень аккуратно. Понимаю, что где-то в миде были его соперники в виде Три Али Ти Эм. Но это было последнее, что он видел в этом раунде. И счет 2-0 в пользу Сигнеча Траст. И, если честно, вот обращали мы внимание на Мопбета, сегодня Инферно не будет в этой Бестов 3 серии. Но зато пока что Мираж от Сигнеча. И первые три раунда к ним, скорее всего, отправятся. Да, но серия из трех раундов это классика. Посмотрим, 4 гранаты на руках обу Диес. И они закидывают их в яму, где Гутер решил не агрессировать. Еще одна осталась у БНК. И она закидывается где-то под Б, судя по всему. Но, тем не менее, гранаты своего урона не возымели в этом раунде. Как Саткчан не сметается, не заметил, где находится противник. Кто не скрывался до поры до времени в коннекторе. И пытался забрать все-таки игроков, что пытались пройти в точку Б. Но здесь уже выход в точку А от Райан Гиггса. Два минуса с фармгана. БНК остается последний, 1-4. И он лишь по 250. Но еще может выйти не на Саткчана, который должен быть к этому готов. Он, по крайней мере, держит свой прицел сейчас на уровне, где будет выходить БНК. БНК и отдается Саткчану, который ставит завершающий минус в этом раунде. Счет 3-0, и БУДДС наконец-таки получает деньги себе на карман. Так, ну вот, выход Райан Гиггса. Это повтор этого момента. Подформил себя здесь 1200. Теперь уже фармганы все дропаются, покупаются полноценные девайсы. Будут жестко отыгрывать сигнатур этот раунд. Сигнатур ГОД 2-0 по картам. Я за вас поставил, добавляя нам наш зритель. И да, дорогие друзья, не забывайте про эту замечательную возможность, что вы можете написать в твиттер сообщение с хештегом UCC Studio. И это сообщение обязательно появится на экране трансляции. Тем временем, Реалити М контролирует с АВП какую-либо агрессию на миде. А здесь Томми очень близок к тому, чтобы ошибиться и выйти прямо на прицел своему сопернику. Но пока он не торопится совершать подобные ошибки, укрепление медла от Буддеес гарантирует им защиту этой точки в любом случае. Но пока сюда не торопятся, опять же, сигнатур раз. Бомба вообще-то лежит на теспауне сейчас. До времени Гутер контролил аркаду ковров, но у Буддеес сейчас укрепление в центре. И уже пока что Томми первый минус на размене сыграть не получилось. Здесь тиммейт за спиной, а там уже АВП стоит. И Реалити М ждет выхода соперника. Флешка под него, но выхода повторного здесь не будет. И Ролекс как же вовремя выходит с интерпасса, забирая Томми в спину. Да, не оказалось под рукой тиммейта, который мог бы законтролировать спину. Ну и теперь размен 3 в 3. Две ВП у защиты сейчас не лучший сетап для того, чтобы делать ретейк. В случае чего им нужно будет обязательно попытаться убить как можно больше игроков при попытке зайти в плент. Ну расчет весь на Мокси. То, что он сейчас будет забирать игроков, чтобы подходят к точке А. Хотя у него такая закрытая позиция, что скорее всего он максимум выход из коврова смотрит. Смотри, как у сплешки, тем временем Шарта все-таки находит минус по Ролексу. И меньшинство засигна чуть раз. Да, это уже неплохо. К тому же, если погибнет кутер, то не мобильный реалитием останется. Но пока гранаты хорошие легли, на Дельпан ложится Смоук, и он не даст снайперу сыграть с этой позиции. Дальше остается контролировать только правую часть точки А, где сейчас Бенкай будет открываться с коннектора, если вдруг посчитает это нужно. Но в Смоук там была маленькая-маленькая щель в этом Смоуке, через которую Мокси на опыте просто забрал своего соперника. За доли секунды до этого минуса я заметил это еще и только хотел сказать, что вот, там с щелком, может быть, все-таки игрок с АВП найдет своего противника. И, собственно, это и произошло. Первый раунд 2 с не забуду Римскейп, 2 АВП сохраняются у них на руках в их сетапе. Но при этом одного игрока Фомаса, хотя в целом очень и очень плотный бай. Да, но при этом и еще и Сигничат раз неплохой бай. Здесь в реале тема единственные, кто играет с первым армором и без раскида. Все остальные могут показать свои знания Смоков и флешек на карте Де Миража. Здесь импрэшн врывается за Смоков, танцует Райан Гиггс. Сделал уже минус по томе, тут же импрэшн отвечает по ролику, но стоит ли он смыться со своих позиций. Здесь еще и Бенкай находит 2 отличных кила, остается всего 2 игрока атаки. Ну, Гутер, Гутер, сейчас ковраг находится, один игрок на центре. И, в принципе, после этих фрагов на миде готовы к выходу из других позиций соперников. Ну, здесь Бенкай попытался продемонстрировать нам тот самый прыжок с приседом, но спалился. Его видел здесь Гутер, он теперь знает, где находится тот Мокси. Видел теперь еще и соперника здесь на апартаментах, но пока не успел попасть по нему. Райан Гиггс чуть было не открыл шорт и пошла стяжка почему-то на мидл. Здесь Гутер по-прежнему фривольно действует. Да бомба, бомба на тест-пауне лежит. Второй раунд подряд, Сигнетчур Траст, подобная тактика, что ли, какая-то в их стиле происходит. Конечно, Бутеринский раунд забирают, но в прошлом раунде они просто во время перетяжки эту бомбу забрали. Сейчас же, если бы все-таки даже точка была вскрыта, пришлось бы возвращаться за бомбой на тест-паун. Да, но при этом сейчас денег нет, счет 3-2, нужно что-то придумать. Поднять щиты забудут, тащите, говорит нам Мео Пейнтер. Да, действительно, в чатике поднимайте свои щиты за одну, либо другую команду обязательно, потому что им нужна ваша поддержка. Все же команды молодые, команды явно нуждающиеся в том, чтобы они развивали свою фанатскую базу. И на самом деле, если учитывать, как сейчас сыграли Монголусы, я прям проникся ими. Да, и MVP была хорошая фанатская база даже у нас в России, и, к сожалению, коллектива этого больше нет. Надеюсь, что игроки будут играть вместе, еще соберутся, и мы не раз еще их увидим. Но, тем не менее, пока 5 глоков пытаются выйти на точку. Пока даже ни на какую точку они еще не выбрали. Двое под Б стоят, двое мидл, один на апартаментах А, вообще похоже на какой-то сплит Б, но с глоками это все выглядит не очень надежно, мягко говоря. Да, Банкай пока что на прочейке андерпасса, мидл не видел, но здесь выход под Б-плэнт, несмотря на то, что глоки одного игрока на Б-плэнту может не хватить. Но Гутера уже законтролировали на Пелосе, и пошел выходить на Томми. Томми должен разбираться с Райан Гиксом, тут же ему помогают сплэшки. Дальше Томми начинает перестреливать с апартаментами, ну и закрывает вдвоем этот выход без шансов. Ни единого минуса со стороны Сигнетчур Траста. Никакого ущерба по экономике будет Дримскейп, то есть они будут свои деньги только наращивать сейчас с каждым выигранным раундом. И если я один проиграю, тогда в целом, ну, есть деньги на бай в последующем. Ну и при счете 3-3 мы сейчас видим бай из 5 АК-47 против 2 АВП и 3 кольтов на руках у Бут Диэс. И пока они довольно быстро занимают позиции возле Б-плэса и еще возле МИДа. Три игрока играют, сейчас начинают открываться на укрепление МИДа из игроков Бута. И тут же разменялись не в плюс для себя явно. Здесь Роликс вышел и забрал, конечно же, последнего игрока в МИДе. Тем не менее, сейчас будет открываться на Джангл, где еще один игрок Бут Диэс пока закрыт. Да там Мокси, Мокси, он сидит и смотрит вот эту вот кишку, которая ведет к окну. Смотрит также ИГД, в принципе, сейчас. Но в яме БНК и отрабатывает Гутера. Последний Роликс. Бомба опять лежит здесь возле старта. И про нее все время забывают вот в таком вот Никасомбуре. Ну, я не думаю, что забывают. Просто погибает тот игрок, который должен был за ней потом отправиться. А это, конечно же, плохо. Возможно, где-то ее нужно одному из игроков с собой таскать. В любом случае, даже если он погибнет, рядом должен быть тиммейт на то, чтобы ее подобрать. Роликс. Три ХП против троих. Ну, конечно же, шансов было очень мало. Мокси контролировал, как ты уже сказал, этот угол. Два ВП по-прежнему сохраняются. Из раунда в раунд для Диэс. А значит, что они свою экономику наращивают. Несмотря на то, что они теряют игроков в каждом из них. А вот у Signature Trust денег нет. Да, и на потенциальный пятый сейчас будут римскейпы выходить. Хотя, в принципе, если быстрый выход какой-нибудь под точку B сейчас Signature Trust организованный сделают, тогда есть шансы задавить там двух игроков. Потому что, в принципе, один опорник, второй лишь холпе в зигзаге. Но молотов, какой прилетает, сразу же тушится. И дальше уже пошел выход под B-плэн. Здесь, в доме, в шарте, есть минус, есть второй. Уже от его тиммейта попытка задавить игрока. Но, боже, как же живут они здесь. Как же мантсяты разбирают. Какие молодцы. Просто разбирают весь этот выход в B-плэнт. С плэшки вовремя скрылся с плэнта. Тут же Томми ему помогал изо всех сил. Посмотри, он не стал ожидать дальше игроков из апартаментов. Максимум, чтобы прикрыть своего тиммейта. Забирает Райан Гиксу. Переключается на второго. Ну, прям действительно молодцы. С плэшки здесь бедняга зажат был уже между всех сторон. И налево стрелял, направо стрелял с ВП. Бедняга спрятался. Томми, благо, его с пистолета подстраховал. Но опять три счета. И безрезультатно пока что там пистолетный раунд был от Signature Trust. Пауза от них. И надеемся, что все-таки раунды победные начнут идти. Потому что пока что камбэк с пяти раундов от Будримскейп. Да, пять раундов подряд проиграли. С Signature, видимо, что-то нужно менять. Явно собираются что-то придумать. Могут, например, купить себе АВП на реалити без армора. Ну нет, это будет 5 АК-47. Посмотрим. Раскит у них есть. И раскит очень даже хороший, добротный, надежный. При этом Signature Trust явно неплохо должны играть эту карту, раз они ее пикнули. Ну и какие-то задумки, секреты на шифровки у них явно должны быть. Надеемся. Надеемся, что эта пауза будет действительно плодотворной. Безусловно, карта пикнута Signature Trust. И здесь они должны показывать свой максимум. В принципе, схожая ситуация была и у Монголзов с Чивсами. Там они свой пик вроде как проиграли, зато хорошую борьбу продемонстрировали на трейне, забрали пик соперника. И равная довольно-таки игра на последней решающей карте была на Кобустоуне. Следующая карта у нас, напомню, будет Декэш, уже пик, будет Дримскейп. Но в целом, я думаю, что Signature Trust здесь должны проявлять свой максимум же. Ну, пока они захватывают миду опять втроем. Кстати говоря, здесь никакой агрессии от Бу Диас не было. А вот Импрэшн и Слэпшки нашли все-таки свои фраги. Бен Кай спрыгнул в андеграунд, его видели, но он еще и оформил кью паролицу. И еще одного забирает Бен Кай. Да что же с тобой, как же он раздался. Сейчас соло, просто как Рэмбо, выбежал на мид и разобрался с двумя оппонентами. Без потерь Бу Диас заканчивает раунд. Тактическая пауза, а потом мы видим раунд за 30 секунд, который Будримскейп заканчивает под свою диктовку. Так это же классика, когда защита после тактической паузы от атаки просто бежит в агрессию и пресекает любые попытки, каких-либо раскидок. Это же замечательно просто. Атлантес, вперед, победа вас ждет, Атлантес, Атлантес. Я не могу сообразить, если честно. Я думаю, болеет человек за одну из команд. Сейчас не суть. Расшифровку, пожалуйста, в твиттерном следом. До нас немножко не дошло. У нас пока что 10 раунд, 6-3 счет. И пистолеты вновь на руках у Сигнейшу Трасс, попытки выхода в точке А сейчас. Ну, здесь пока погибает Реалити М, также отправляется на тот свет Райан Гиггс, но здесь без шансов приемка должна быть. Даже одного килла пока не смогли найти, и перезаряжается импрессион. Ну, вот все-таки, будто раформил фэдшотик, тем не менее. А может быть, это бывшее название Сигнейшу Трасс? Они же не так все же давно играют под этим плентегом, насколько я помню. Ну, возможно, хотя, мне кажется, это немножко другое значение. Ладно, давайте это опустим, если нам все-таки отправят расшифровку, мы будем благодарны подобного сообщения. Го, красивый, потный КС. Вот это самый короткий и правильный твит. Действительно, то, что должен быть красивый, потный, жесткий контур-страйк. Так, ну здесь Бен Кай опять же прожимает андеграунд. Кстати говоря, пока здесь никого не находит, может выйти в спину еще своему оппоненту. Там Роликс пока даже не подозревает, что творится у него за спиной. И неплохие гранаты по нему залетают, и еще и агрессия на апартаментах Б. И его просто бутербродиком здесь собираются сжимать. Там все выше и выше пробирается. Игрок защиты, и Томми делает все-таки свой килл, понимая, что под Б никого нет. Моментальная стяжка на А. Оставляют здесь опять же того же Бен Кая контролировать телевизор. А там без шансов пока... Нет, кстати говоря, посмотри, собираются ретейкать эту позицию. Ну, здесь Бен Кай сидит в хорошей для себя... Ой-ой-ой, тайминг такой, его заметили здесь. Тем не менее, попадает все-таки Реальти М-Красный, еще и ТМ-Эц. И ХАЕшка сейчас его должна, по идее, просто забирать. Нет. Не та траектория для гранаты, чтобы она упала именно под Реалити М. И 4 в 3 в итоге. Бен Кай просто какой-то терминатор. Его три врага пытались убить, он жил, еще и чуть не забрал третьего. Тем не менее, выход на аплент пока еще собирается быть осуществлен. А бомба по-прежнему лежит возле телевизора. Там уже поражал Томми, он сейчас найдет. Да, он находит Реалити М, бомба у него на руках. Говорит, друзья мои, 40 секунд времени, давайте ко мне будем охранять этот пакет. Ну, вот Райан Гиг собирается контестить. После дела находит Томми, Томми, главное не отдать голову. Голову Райана Гиггса, он забирает, и остается последний Гутер. 38 хп против троих. Да, и 28 секунд до конца раунда, что стоит отметить еще. Здесь только выдвигаться через, не знаю, мидл, через б. Ну, мне кажется, сейф, да, будет. Ну, похоже на то, по крайней мере. Посмотри на экономику, Будримскейп. Она просто до небес влетела уже. Там по 16 тысяч где-то должно быть у каждого из игроков после этого раунда. Практически у каждого. Ну, там перезакупаются, да, пара игроков каждый раунд. Все же по два игрока в основном умирает. Тем не менее, действительно, очень много денег у них. Я думаю, они уже до конца половины здесь будут просто разбрасываться. Именно всякие чуть ли не пистолетики. Да, но вот здесь я думал, что все-таки банка я заберу. Потому что, знаешь, вроде бы и модельку видели. Вроде бы и готов снайпер был, но нет. Ну, прыгнул, наверное, он зря. Там и граната не по той траектории полетела в итоге. Но, тем не менее, раунд они забрали. Так что все было, возможно, калькулийтед. 8-3. 8-3. 12-й раунд. И Signature Trust пока что кроме пистолетки и последующей серии ничего не могут забрать. Тем не менее, план какой-то есть. Двое стоят под... Даже трое стоят под ямой. Райан Гиггс на апартаментах. И в миду просочился уже Гутер. Но вот по раскидке не все хорошо у Signature Trust. Есть только два смока и просто горсть флешек, которые они собираются просто опрокидывать на Аплент. Здесь уже неплохо получил Гутер по ногам. И постепенно все затихает. Но выход в перспективе в точку А будет. Но здесь четверо потенциальных противников. Здесь очень сложно будет сейчас выйти. Нету никого, конечно, в упорных позициях. Но тем не менее, игрок с окна довольно-таки быстро перетянется к тройке, что обороняет этот плент. Нам пока импрессион нашел минус по ролицу. Тут же Бэнкай в пленте не справляется. В кои-то веке его забрали без размена. Ну и Реалити Эм нашел свой килл. Тем не менее, погибает он Гутер. Делает один килл. Скачан забирает еще одного. Ну и теперь только двое игроков будет действовать на попытке ретейка. С плешки 54 хеллспоинта с АВП отчаянно пытается найти свой килл. А вот Томми уже нашел свой. И с плешки все глубже отпускает дальше своего оппонента Скачана. Информация по всей нести поступила сейчас Томми. Теперь с плешки придется действовать одному. А тут на две позиции. Один Ямов. Да ладно, красный, серьезно? Игрок к атаке. Гутер будет выходить на прочек. По идее, три, два, один. Да ладно, да. Все-таки хэдшот есть по сплешке. Я уже думал, сейчас будет холодить до последнего. Но знаешь, когда два игрока в атаке остается, я думаю, лишний раз прочекать рискнуть можно. Тем не менее, БУДДС выходит сейчас на удобную экономику, на комфортную. А вот раунд отдавать не стоило. Тем не менее, они еще могут сломить экономику. Ты посмотри, если они выигрывают два к ряду, дальше у Сигнача ТРАС просто денег не будет. Или даже одного хватит им. Как вы думаете, кто выиграет? Я ставлю, что 2-0 будет за БУДД Римскейт почему-то. Я думаю, что будет Инферно и будет 2-1 за Сигначер. Но теперь я думаю, что все же, да, БУДД Римскейт должны быть сильнее. Да, тут как в ДОТе уже перепикали по картам, скорее всего. Что мы напикали или нет? Ну что ж, 13-й раунд. 4-8 счет. Сейчас два ВП у БУДД Римскейт в защите. Раунд проиграли, но тем не менее, уже уверено количество очков за защиту они набрали для себя. А БОМБа по-прежнему на Т-спауне сейчас. Если погибнет, например, пара игроков в центральной части, то дальше за БОМБа придется бежать. Опять же, долго, а на таймере осталось-то уже всего минута. Если учитывать, что Сигнучи выиграли прошлый раунд, остался у них Ролекс, например, сейчас UMP45, что не является, конечно же, комфортным девайсом для использования на выход один из плентов, но пока готовятся к выходу на А. Но там опять трое, и этот выход будет явно не из легких. Плюс еще и Молотовы на руках остаются. У БУД Римскейт времени все меньше и меньше. И как только полетит Раскид, по идее, гранаты полетят и в яму, и в ковры, и не дадут просто-напросто выйти сразу же. Ну а импрессион сидит в упорной позиции, и в случае чего не даст БОМБе быть установлено как минимум звено из апартаментов. А именно Гутера он уж точно должен законтролировать, если уж там не справятся его тиммейт с лестницы. Ну так готовятся пока что дымы, тут в хелпу полетит на голову, но в принципе стандартный Раскид точки А. Но здесь очень многое зависит именно от импрессион, потому что он стоит на дефолте, и его позиция будет одна из первых. Хотя Мокти уже оформляет этот рифрак, заметил противника на тетрисе, импрессион все-таки теперь спалился на флешке от тиммейтов, и ему помогают остаться в жилхе еще более того сделать минус. Какой контрраскид залетает сейчас от БУД ДС, они просто звонят как с Молотовыми, как и с Маками, так и флешками своих соперников. БНК делает два заключительных минуса в этом раунде, и они заканчивают его в свою пользу. 9-4, 9-4 пользу БУД ДС, и там ресет экономик и у Сигначур Траст. Полторы тысячи, тысяча восемьсот у двоих игроков, у остальных же трех, в принципе, по две с половиной в среднем имеется на руках, и это экономически от них, потому что выходить на пятнадцатый хочется все-таки при хорошем бае. И при этом движется пока под Б, возможно, это андеграунд, двое игроков пока нацелены именно туда, а вот Бомба пока не спешит смещаться на какой-либо из позиций, прочекали, не пушит ли БНК в очередной раз низ, ну и теперь можно будет отойти и уже спокойненько выйти на плен. За это время они могут обсудить, что же они будут делать в финальном раунде этой половины. Ну вот здесь принимать все будет Томми, Томми уже не раз справлялся с подобным выходом, и в принципе в хелпе у него здесь также работает сплэшки с АВП, которые не позволят запушить своего тиммейта. Ну, тем не менее, шанс на установку бомбы сохраняется. Законтролировав какого-нибудь Томми, вы свободно заходите в пейнт. Райан Гиггс находит минус по сплэшке. Кстати говоря, тот был с АВП, и здесь Томми вынужден пока в соло принимать, но он с этим отлично справляется, забирает уже двоих. Дальше пошел выход, перезарядка на форт, спрятался, но получает отличный выстрел от Ролексос. А Дигла и теперь 3 в 3. Но ВП попытается сыграть с мейна. Знаешь, что противник один есть на форсе, уж точно, хотя уже заходит здесь Бенкай, шарта, правда, он красный. Его есть шанс забрать весьма высокий, правда, подрывают. Здесь Ролекс Сайгутер остается последний, 1-3, и он очень красный. Ну и Мокси законтролировал все это дело со своего пистолета. Сейчас, опять же, будет абсолютно 100% комфортный бай для Буддеес. У них у всех там больше 10 тысяч на кармане. А вот для Сигнача Траст, возможно, по гранатам все будет не так безоблачно. Какие следующие матчи вы будете комментировать? Сегодня мы заканчиваем Бест оф 3 Сигнача Траст против Буддеес, а завтра мы будем комментировать уже сетку лузеров. Ну да, завтра уже нижняя сетка включается в игру. Завтра будет матч Монголс против проигравшего этой пары. Ну и чтобы, кстати говоря, не пропустить какие-то трансляции наши, обязательно подписывайтесь на Твич-канал, а также на наши социальные сети, ведь именно там анонсы, результаты и интереснейшие киберспортивные новости. Ну, пока у меня для себя очень интересная новость. 5 миддл проходит атака, собираются открываться на шорт втроем. Завоюют, по крайней мере, здесь пространство. Но здесь Бен Кай стоит в упоре и на лифтах. Его могут начекать, он в очень опасной позиции, но не торопится. С Ткачан, он еще пытается выжать для себя тайминг. Открывается Бен Кай, два отличных минуса. И дальше может открываться еще на одного игрока. Но понимаешь, что это может быть уже слишком и спокойненько уходит в лифты. Так, здесь ждет еще противников под окном. Но он даже сам не подозревает того, что 5 игроков было на миде. И они все пошли в шорт практически. Один здесь стоит в гутерп подсаде. Райан Викс, и заметьте, Райан Викс, стрельба, спрей не заходит. Бен Кай трипл килл. Да что это вообще за игрок-то такой неостановимый? Постоянно жесткий хайлайт, от него залетают. Я говорю, этот терминатор, его невозможно убить. Он сделал минус 4, по нему затопили в упор. И он просто говорит, нет, уйди. Все мимо, все мимо, все в щит уходит куда-то. Вот Бен Кай, я думал, кстати, еще и дальше стрельфонез заберет еще игрока сверху. Но это нереально, это как? Но он падает с ладера. Вопросик пишет в чат Бен Кай. Да, что ты хотел-то спросить? В окно постучался мне, но... 11-4, 11-4, и тут уже вторая пистолетка. Самая необходимая для Сигнетчер Трасс сейчас. Если не выиграют ее, шансы на победу на этой карте просто растворяются. Тем не менее, какой-то план есть, судя по их действиям. Это не дефолты, дут трое под Б, одного оставляют под А. И еще один стоит пока что, контролируя какие-то агрессивные действия, уже с МИДа. Полетел Дикой, судя по всему, куда-то в сторону... Нет, это еще и Смог был в сторону Б, плента. И вот собираются здесь большей частью игроки БУДДС. Там фейк какой-то под А, плентом, так понимаю, раскидали. Сейчас раскидал, по крайней мере, Бен Кай. Будет выходить, дело видит, что это выход именно в А, плент пошла. Легкая перетяжка, но до последнего не выходит. Бен Кай забрали. Это небольшая проблема для БУДДС, хотя большинство, они выходят именно под точку Б. Здесь уже двое игроков. Скчан и Райан Гиггс будут принимать этот выход. Стоять довольно закрыто, но Скчан получает много урона, погибает. Также погиб Райан Гиггс, Гутер смог разменять, но 3 в 3 выбивание. Бомба поставлена. Хорошие новости для БУДДС. Уже задача наполовину выполнена в этом раунде. Осталось только еще и выиграть раунд. Но с этим не согласны Сигнет Шрут Растер. Разумеется, будет выходить здесь на ретейк. Один с Фореста, это Томми. Будет первый на контакте. Это там, да ладно, красного задавить. Игрока на мусорке все-таки получился. Еще и на отходе, хоть что-то один ставит. Томми врывается, еще и на задние пленты забирает. Реалити М 12-4. И тотальная доминация Буд Дримскейп. Томми здесь немного не везло, немного не везло. Но как только он решился давить, он уже был неостановим. Минус 3 дал моментально. Вот знаешь, в такие моменты обычно, когда ты вот так идешь давить красного игрока, тебе сразу же прилетает в голову от его тиммейта. Но здесь совсем стрельба не зашла. У Сигнет Шрут Растер они проиграли очень важный для себя раунд. Ну, сейчас Форс есть скаут на руках у Гутера, и он чуть было не попал по голове своему оппоненту. Тем не менее, получил совсем немного урона. Отходит уже все глубже в джангл. Получает смок, но ничего страшного. Райан Гикс, если что, есть рядом, он поможет. Ну и занятие Центра. Отбудримскейп сейчас. Райан Гикс на кирпичах в окне. И, в принципе, коннекторов, если кто-то на шифте будет проходить, как только развиться смок, он сможет закрыть. Ну, пока. Пока вот не торопится. Райан Гикс, кстати, в очень хорошей позиции. Он может контролировать и какую-то агрессию в лифтах. Кстати говоря, видели ли друг друга? Ну, мог, я так понимаю, все же видел. Райан Гикс отдал бомбу, пошел пушить, но справился все-таки с Райаном. Теперь остался Цкчан один в бэпланте. И он попал неплохо по голове импрэшену. Еще одному по голове попал тоже неплохо. Там есть три красных игрока, тем не менее, с пистолетами и скаутом. На попытку не дать остановить бомбу. А, следующий раз. Посмотри на эти хелсбары, боже, что мой. 29, 16, 1, 18. Да что это за жесть такая? Здесь пистолеты, по идее, должны завершать начатое уже давным-давно. Хотя не торопятся выходить. Они не знают, сколько там хп. Но по инфе должна быть какое-то понятие о том, что противники уже наклянулись. У Роликса был Молотов, но он погибает. И здесь не справляется со стрельбой со своего скаута Гутер. С одним хелспоинтом Томми остался по окончанию раунда, но в нем он сделал минус 4. Какая грязь. Вот то чувство, когда ты понимаешь, что у пятерых игроков даже сотки нет хп на пятерых. И в этот момент вы выходите втроем. И, не знаю, то ли моральное чувство того, что противника вот столько в таком количестве, вы не даете волю своей агрессии, которую можете, ну, всю просто, всю ненависть, всю силу на них выдавить. Ну, тут быстрый раунд. Отбудь Диеса. Они уже быстренько выходят под бэплендер, контролируют специального упора. И дальше на шарте еще нужно забрать одного игрока. Да, погибает один за одним. Игроки Сигна счет раст. Мокси просто пульс уже со своим юмпом. С гранатой Томми забирает еще одного игрока. Остается последний Роликс. Но Роликсу очень сложно здесь. Но это выход на 14-4. И 10-ти раундовые преимущества от Диеса. Да, какой-то просто конвейер полетел здесь в кухне. Один за другим заходили и погибали возле кассы, не отходя от кассы, знаешь, как говорят. 14-4. Действительно становится счет. Разница в 10 раундов. Бай есть у Сигначур Трасс. Но раскида маловато. Тем не менее, еще и без китов они играют. И АВП на руках у Реалитием. Это может стать решающим фактором, если он успеет воспользоваться ей должным образом, пока он находится под точкой А. Уже в коннекторе играет, контролирует мидл. Но туда не торопится Бу Диес. Они втроем, четвером даже, находятся под А. На Пелосе сейчас играет Бен Кай. Ну и только одного в андеграунд отправили. И это Томми. Да, Томми будет играть роль замыкающего, заходить с мидла. Но вроде как работать против двух позиций будет невероятно сложно. На каш-коннектор потенциально он закрывать должен. Ну вот Мокси здесь чекает упорные позиции. Понимает, что никто не запушил. Нет агрессии от Signature Trust. Я думаю, это должны понимать. Бу Диес, у тех нет денег, рисковать не хотят. БНК уже открывает точку А. Забирая реальтенцию, за ответочку от Гутера залетают. Но выход продолжается. Импрешн все глубже в плент заходит. И здесь никого нет. Возле коннектора только лишь в джангле. Но в джангле лежит Молотов. И там просто-напросто команда защиты пройти не может. Кстати, ролик смеш. Вообще всех смоков. Гутер заходит с коннектора. Игрок с джангл должен сейчас включаться. И да, есть минус от Импрешн. Быстрее решение команды Signature Trust. Но позиции очень удобные у Бу Дримскейп. Ну, а не второе им сейчас на бомбе. Врывается Бенкай. Делает один килл. Еще Райан Гикса находит Бенкай. Позже остановите его кто-нибудь. Как же он в соло чуть ли не разваливает сейчас команду Signature Trust. Там у Бенкай статистика по триплкилам просто зашкаливает за эту карту. Это так. И что же теперь делать при счете 4-15, когда нет экономики? Закупать 4 UMP-45 и скаут на руки Гутеру. Есть два набора китов и есть кое-какие гранаты. Тем не менее, назвать это равным баем, я думаю, ни у кого язык не повернется. Да, огромная проблема у Signature Trust. На своем пике счет 4-15. И невероятно сложная дорога у них впереди. Потому что впереди еще и карта соперника. Карта ДКэш. Но пока в этом раунде еще ничего не сыграно. Здесь трое двигаются по центральной части карты. От Бут Диэс. Еще двое будут выходить через Пелос. Хороший зажим позиций на Апленте сейчас может произойти. Получают небольшой урон от гранаты. Тем не менее, они еще готовы драться. С флешки. Смог развеялся. Акчекнет, не чекает. И получается здесь минус 2. У Роликса получается сделать. Гобу выбили. А там пройти через мидл как-то надо. И тут уже игроки. Гет, все-таки, смотри, забрали Роликса. Завили КТ. 3 минуса, Саша. Тут команды Будримскейп. Томми последний. 1-2 остается. Здесь игрок в коннекторе. 1-10 на комджангле. Заметил 1-2 выпад. И все-таки минус потом и оформляют. 5-15. Сигналь чуть раз, тысячел сражаются. Ну, парой сыграли. Это было действительно хорошо. То есть, в Тимспике есть обсуждение происходящего. То есть, это не было что-то на эмоциях. И они не опустили руки. Они стараются уже теперь выйти на дополнительные раунды. И на самом деле, сломить экономику Буддец они могут. В случае выигрыша серии. А там уже и ваша уверенность повышается. И какие-то интересные задумки, агрессии. И прочие вещи вы можете показывать. Так что, сохраняются все шансы сейчас у Сигнуча Траст на взятие карты. Ролекса здесь уже. Изолировали молотом. Не дают ему выйти и просмотреть, что же творится на медлере. А в свою очередь будет лимскейп. Даже туда и выходить не собираются. Готовят раскид под точку А. Причем два будут выходить с ковров. А троица будет выходить с ямы. Но к этому пока вроде как готовы Сигнуча Траст. Они втроем уже вышли на позицию. Хороший спрей от Ролекса и Гутера. Забирают они двоих. Уже Ролекс переключается на еще троечку. Но теперь погибает он вместе с его тиммейтом. Прострелом Томми забирают через тикетбокс. Реаль тема. И только двое на попытке ретейка от Сигнуча Траст. Рейн Гиггс выход через джангл. Пока что все еще незамеченный. У нас остается молотом. Молот не туда прилетает. Но хотел скорее всего вытравить игрока из-за дефолта. Получается. Идет и прожит красный. Выгорает просто. И уже выходит на прицел к Рейн Гиггсу. И погибает. 2-2 ситуация. Забирают здесь мукти. Один ситуация. Остает 100 минут. Оби также погибает. Ой-ой-ой. Все-таки будет Дримскейп. Не могут забрать для себя победный. Победное очко на этой карте. И шестое для себя зарабатывает Сигнуча Траст. Уже два матчпоинта. Маппоинта. Отыграли сейчас Сигнуча Траст. Они выводят своих оппонентов на не совсем комфортную экономику. Тем не менее. Будь Диас могут сейчас закупиться. Они довольно много девайсов выбили из Сигнуча Траст. Ну вот сплэшки закупают себе скаут. И это Эко Бай за сэвить денег на следующий. Сигнечер темная лошадка. Верю в них, пишет Илья. Но не знаю. Не знаю. Мне кажется, что они действительно могут. Просто они темной лошадкой являются. Потому что они показывали только Инферно свое фактически сильное. И поэтому обыкнуть целом маппуле здесь неизвестно. Но пока у Бодримскейп пистолет на Эко. И уже теряют они двоих игроков. Ну, на самом деле, постарались быстренько открыться на какие-то позиции, которые еще не успели занять Сигнуча Траст. Но проблема была в том, что те оказались к этому готовы. Законтролировали все агрессивные действия от игроков Бодримскейп. Счет близится к 7-15. Это практически двукратное преимущество. Я думаю, и для Сигнуча Траст неплохой голова-шот от Импрессона. Но это все на этот раунд. Какой же жесткий дигл. Иногда думаешь, вот этот трекдол, когда нам показывают, что игрок в таком полупрыжке находился, прилетает ему в голову. И тут тело просто на 180 переворачивается. Да, такие перуэты не часто увидишь в жизни даже. Не то, что в играх. Ну что? Что? Как думаете, кто перейдет в Нави? Вот такой вот интересный вопрос залетает. Ну, я думаю, это мы можем обсудить чуть позже здесь, пока девайсный раунд, наконец-таки, от Бодримскейп. И возникает Саняяяй Бенкай просто пропрыгал мимо Реали ТМ, поставил хороший выстрел. Он просто на уверенность туда скакал, как будто бы знал, что там находится оппонент. А здесь в упоре, здесь в упоре стоит Роликс с огромной плесной станем. Сейчас выход под него. Здесь Молотов лежит. Горит, горят, горят игроки команды. Буддец, но только лишь один минус от Роликс. Моментальный размен со стороны Бодримскейп. Все еще численное преимущество за ними. Врыв с Райан Гикса, с головы сюда. Красного игрока забирают. Это был сплэшки. Второго уже на труп своего тиммейта навелся. Тем не менее, вроде как, смотри-ка, получается, получается справляться с этим выходом. Да, и они законтролировали очередной девайсный раунд от Буддец. Те опять теряют экономику. Они даже бомбу не поставили. Здесь, посмотри, как прыгает Бенкай. Оп. Здравствуйте. До свидания. Да, ну вот по поводу того, кто перейдет нави, на самом деле, ну по поводу ангела, это вероятность того, что он туда перейдет в 99%, вот, то второй игрок, если честно, вот, я не знаю, какой-то жесткий аимир нужен. Но я почему-то уверен, что это не электроник. Да, мне тоже так кажется. Очень много слухов входит вокруг этого, но... Просто очень много молодых команд, спириты всякие, кьюби, фаер, да, вот, только вот недавно проходил большой лан российский, оттуда можно забирать чуть ли не каждого игрока. Сейчас много молодых, хорошо стреляющих талантов. Да, можно возрастить своего, своего, скажем так, свой талант вырастить. Да, ну вот пока пытаются вырастить 16-й раунд для себя Буддец на карте Деми Раш, и они уже несколько маппоинтов отдали. Это может быть тревожным звоночком, Томи погибает, но здесь Гутер в лучших традициях Бенкай. Запрыгивает на мидл и разбирается с андеграундом. Саткчан будет принимать первым номером этот выход. Здесь, скорее всего, минус делать, сразу же свалится, потому что иначе его ждет верная гибель, либо просто убежит отсюда, если он не будет попадать уже в самом начале. Либо квадрокилл. Ну, одно, в принципе, из двух, да. Либо пан или пропал, как говорится. Что ж, Саткчан на готовке приемки, и да, все-таки падает, посмотри-ка, в панике отсюда, значит, его ставят пистолет, забирает первый, второй в бланде стоит, но его не заметил, дальше полетел еще минус в флешке. Оставшиеся двое игроков, думаю, также здесь погибнут, да, минус бомб керри, и последний, также завершающий флаг по Мокси. Ну, мы были с тобой оба правы, да, он свалился, и два, это квадрокилл. Да. В итоге 9.15, но тяжко пока что идет у Будринскейп взятие, попытка взятия раунда, если честно. Возможно, стоит проще сыграть как-то, потому что реалити, ой, то есть, что ж, мне всегда хочется одного игрока выделить. Сигночат Раст не рискует, они не идут ни на какие поджимы, и всегда играют дефолтами. Да, и выход, например, со смоками под точку А с дефолтами также не работает, потому что там врывы начинаются, какие-то размены, и они не в пользу Будринскейп, в итоге принимают решение занять центр. Да, ну, центр это очень важная часть карты, через нее ты можешь делать сплит на любую из точек, здесь Бен Кай играет первым номером, и Бен Кай мы уже видели, что может делать, так что я бы на месте сигночат Раст на рожон сейчас не лез. Роликс пока играет в упоре, откидывается молотом, чтобы отзонить буддис, и те пока не могут выйти на перестрелки с коннектором. А там аж вся троица остановилась вот из-за этого молотова, но при этом один будет байтить в коннекторе, Гутер на себя, а потом уже свой выпад сделает Роликс, или просто заберет противника в спину, который будет проходить, сейчас это увидим. Так вот коннектор, первый минус полетел, второй также прилетает, и все, посмотри, эта атака на центре полностью закрыта, здесь последний остается Бен Кай, и Мокси только лишь в Пелосе. Максимально четкое чтение ситуации от сигночат Раста, на 100% они знали, что нужно контролировать коннектор в этом раунде, укрепление именно этой части увенчалось успехом, а они берут для себя 10-й раунд, это отставание всего в 5 раундов, а дальше дополнительные, и при такой уверенности они уже могут закрывать мираж в свою пользу. Но берется пауза, и сейчас ДСН как раз таки должен включаться, рассказывать своим подопечным, что же все-таки ему нужно здесь предпринять, потому что какая-то безвыходная западня обу Дримскейпа, они вроде бы взяли матчпоинт, но здесь уже сколько крятос сигночат Раста, это действительно очень важно, экономики много, даже теряя игроков, они могут закупаться каждый раз. Будете смотреть завтра The International. Завтра нет, завтра мы будем смотреть WCA, и надеюсь, вместе с вами, дорогие друзья. Да, и послезавтра, кстати говоря, тоже. Да-да-да, не пропускайте полуфинал, не пропускайте финалы, потому что этот турнир крайне важный, и на кону неплохие деньги, выход на вам финал. На самом деле, на самом деле, The International пропускать, ну, мы не пропустим, конечно же, это событие, но... А, он же ночью, да? Да, он же по американскому времени идет, так что, в целом, с утра можно посмотреть и WCA, а вечером можно и заглянуть на International. Правильно? Да, как будто, так посмотрел на меня, как будто я захотел туда, знаешь, прям зайти в зал, где будет проходить групповая стадия. Ну, зайдем? Зайдем, да, обязательно. Ну что ж, тактическая пауза снимается, 10-15 счет, и что ж наработали, будет Дримскейп за время? За время, которое было имя отведено. Ну, можно видеть, что у них есть горсть флешек, опять же, и пять смоков, есть два молотовых, и, я думаю, этот бай они собираются организовывать, как какой-то фейк. Здесь Бенкай будет прокидывать смок на центральную часть, а его тиммейты уже из пэлоса собираются что-то делать. Нет, это смок вообще на Б. Вот такого я не видел, на самом деле, ранее. Здесь Реалити уже, эм, уже нашел свой килл. Это что, было в смок по импрессиону? Тем не менее, в большинстве этих лучших раз принимают выход, а здесь Томми принимает голову Роликса. И это жёсткий фейк, это очень жёсткий фейк сейчас от Буддримскейп. Такого ещё никто не делал. Я, по крайней мере, на своей памяти не помню. Идеальный раунд, по крайней мере, он начинается идеально для Буддримскейп. Несмотря на какой-то энтрефраг со стороны Сигнетчур Траст, бомба стоит, и выход уже будет Сигнетчур Траст на ретейк. На выбивание 4 в 4. Здесь Томми играет в упоре, и его могут не ожидать, но его не хватает даже на один килл. Он наносит много урона по Райану Гиксу, но здесь Бенка ещё играет на ниндзи. В этом секрете его могут законтролировать. Там на бомбу летит смок, и заходят постепенные игроки. Сигнетчур Траст открывается на сплэшке, которая находит свой килл. Бенка и должен контролировать диффуз бомбы. Он разбирается с Райан Гиксом, заходит далее в смок. Ну, здесь уже реалити М1 против двоих. Просто сидится диффузить бомбу. Я думаю, его здесь зарежут. Ай-яй-яй, не в ту сторону! Сделайте что-нибудь. Боже ж ты мой. Отлегло. 16 днези, дорогие друзья, заканчивается эта карта. И так было близко. Он сидит, диффузит бомбу, и смотрит игрок, который его режет в другую сторону, и понимает, что что-то идёт не так. Полторы секунды там оставалось. Да, было близко, было близко. Но напряжённая карта под конец, по крайней мере, она такой стала. Тем не менее, впереди у нас ещё одна, и там уже будет карта TheCash. Да, ну и четыре напряжённейших карты сегодня мы уже увидели. Я надеюсь увидеть ещё две таких же. Ну и в будущем, чтобы не пропустить подобные противостояния, обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте сердечко под трансляцией, и будьте в курсе всегда наших эфиров. И хочу вам напомнить про замечательную платформу kssport.com, где можно делать свои ставки. А ставки там можно делать не просто так, а скинами. Так что, в целом, если хотите поднять свой инвентарь, попытать свою удачу, интуицию проверить, заходите обязательно и ставьте. Ну и кликайте по баннеру ниже. Там находится кейс UCC. Попытайтесь выбить оттуда нож. Шанс этого не так уж мал. Несколько ножей находятся в этом кейсе. Ну и за такие деньги, на самом деле, я вот рискнул уже несколько раз. Да, и надеемся, что риск именно у вас окупится, и вам выпадет заветный девайс. Ну а мы будем уходить на небольшую рекламную музыкальную паузу. Увидимся уже на следующей карте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочешь обменять свои скины или сделать ставку на матч, но не знаешь где? Тогда у меня для тебя кое-что есть. КСЕспорт.КО Это возможность ежедневно смотреть за проходящими матчами с участием любимых команд. На сегодняшний день это лучший сайт со ставками и обменами в КСГО. ПРОСТАЯ И УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА